Хотел бы отметить, пройтись по ошибкам, которые мы обычно, хозяйственники, совершаем и обсудим эти моменты, чтобы в дальнейшем стараться их или не повторять, или минимизировать. Но всегда у нас после выбора предшественника становится вопрос о выборе орегатов, орудий для подготовки почвы. Что хочу сказать, как всегда в нашем засушливом регионе Ростовской области, я сам с юга, Зерноградский район, стоит острый вопрос влаги. Поэтому мы выбираем те технологические моменты, которые нам позволяют как можно больше сохранить влаги, оставшиеся от предшествующей культуры, подготовить почву мелкомковатую, которая позволит нам произвести сев на нужную глубину. То есть в районе 3-4 сантиметров максимум. Какие ошибки мы обычно в этот период можем производить? Обычно в период засухи, у нас недостаточно большая влага в августе месяце, мы берем и пашем полупарой. Кто-то не успел обработать землю, у кого-то техника не позволяет. Вот эта груда, куски земли или глубокая дисковка, стараемся как можно лучше заделать пожнивные остатки. Начинаем заглублять все почвеобрабатывающие дискаторы. Появляется груда на поверхности, высокая порозность почвы. То есть такие пустоты между структурой почвы, образованные в результате механической обработки. Все эти моменты не позволяют производить качественный посев на нужную глубину, так как почва очень плохо разделана и сошник начинает прясать. Где-то глубоко, где-то мелко, где-то зерно зависло в воздухе. Все это сказывается на качестве посева и последующих сходов. Это один из таких важных моментов. Нужно очень сильно обращать внимание на порозность, на структуру почвы. Обязательно обратное уплотнение при обработке почвы. То есть как бы это все один из факторов своевременного получения дружных сходов. Хочу отметить, что глубина села, сроки и сортовые особенности наших современных высококонтенсивных озимых пшениц, они должны, вот у нас, у агрономов, как отча наш. То есть мы должны понимать, что какие сорта можно сеять рано, какие нужно сеять в конце птимальных сроков. Глубина посева тоже должна соответствовать. Сортовые особенности очень должны сильно учитываться в составлении плана хозяйственных работ по осенне-посевной. То есть мы смотрим, что есть рекомендации ученых, которые прямо нам говорят, что эти сорта, они устойчивы к поражению насекомыми вредителями, цикадками и переносчиками вирусов. Тритикали, их можно сеять в более ранние сроки. Сорта полукарлики, которым нужен больше период времени для набора вегетативной массы и успешной перезимовки. Их тоже можно выселать в более ранние сроки. Это как бы все чисто научные данные. Зачастую от нас это не зависит, потому что дождь пошел в ноябре, и все, как мы не планировали, всходит разом. Но это как бы теория, которая бывает иногда на практике, нужно ее применять, соответствовать и знать эти моменты. Хочу сказать, что нормы высева, здесь много было лекторов, выступающих, говорили о разных нормах высева. Мы тоже в хозяйстве применяем. Мы являемся представителями Краснодарского национального центра зерна по Ростовской области. Проводим тоже День поля. Очень много закладываем сорта опытов. Питомники выращиваем, занимаемся производством и торговлей семенами. Хочу отметить, что да, мы тоже сеем и 30, и 40, и 50 килограмм, но каждому сорту, прежде чем пустить его в жизнь, ученые, оригинаторы, они дают сопровождение. То есть описание сорта, которое позволяет нам, производственникам, получать максимальные урожаи по каждому, значит, этому сорту, которому они дают путевку в жизнь. То есть это предшественники, это норма высева, это сроки посева. И поэтому открываешь рекомендации, нигде не написано сеять 50 килограмм, это большой риск. В качестве семеноводства, размножения семян, получения, как бы сказать, максимального высокого коэффициента размножения нового какого-то сорта, это да, это как бы мы используем. Но в товарном посеве надо читать и учитывать явные рекомендации ученых, потому что из 10 лет, 7 лет минимум, самый высокий урожай дает та норма высева, которая рекомендована авторами этого сорта. Обычно читаешь это 3-4 миллиона до 5 миллионов на метр погонный, на гектар, неправильно выразился, но вы поняли меня, на гектар. Поэтому вот эти вот наши такие вот пожелания, что мы сейчас чуть поменьше посеем и получим те же самые там 60, 70, 80, они могут сбыться 1 раз, 2 раза в 10 лет. 8 лет, 7 лет мы прогорим. Поэтому нужно в этом как бы отдавать себе отчет и высевать ту норму семян, которая рекомендована оригинаторами для данного сорта. Хочу сказать, что современные наши сейлки, они точно распределяют, довольно точно держат глубину высева. Есть, как бы сказать так, агротехнологические аспекты, которые и проблемы, которые все сейлки не учитывают. То есть смотришь, что сейлка, допустим, в 90 прекрасно сеет, но у нее в межуряде 19 сантиметров. То есть 19 сантиметров пустой земли от нашей там СЗП там старючей 3,6, это 4 сантиметра земля как бы так шире междурядия. Или возьмем, допустим, другие сейлки, там Рапид, там Вадерштадт или там Амазон, не знаю, там Д-9 или там другие модели. У них междурядия 12,5 сантиметров. И здесь мы смотрим, что, опять-таки, научные данные, рекомендации ученых, чем меньше междурядия и лучше распределение семян азимой пшеницы по почве, как бы получается шире в рядок и уже в междурядии, тем выше урожай. Научные данные говорят о том, что каждый сантиметр это центре-полтора центра зерна, ну, быть может, они близки. К этому, ну, во всяком случае, между 12,5 сантиметров и 15, 3-4 центра урожая мы получали в нашем хозяйстве разницы. То есть выбор сейлки с широким междурядием, ну, быть может, там, если там огромные площади, люди не успевают, и эти там 3-5 центра для них не критичны, это, быть может, и осознанный выбор. А так, как бы, те, кто считает каждую копейку, на этот момент и фактор этот учитывать. Потому что, тут звучал несколько раз раньше, вопрос поднимался о том, что черная земля испаряет, или там, широкой междурядием, иначе выражусь, испаряет влаги намного больше, чем зеленый ковровый посел. Это реально как бы так. Наша азимая пшеница способна формировать урожай на полностью высококонтенсивном агрофоне, с учетом всех-всех агротехнологических требований, в размере 40-45, ну, до 50 мм на тонну урожая. То есть потенциал наших 500 мм, которые выпадают в нашей зоне, это 100 центровых гектаров. Пускай там какой-то межвегетационный интервал, свободное испарение, мы теряем какой-то определенный размер влаги, ну, вот 60-80 центров мы реально и способны, и получаем в наших хозяйствах. То есть все эти моменты по сбережению влаги, по соблюдению агротехники, они очень-очень сильно важны. Хотел отметить, значит, стартовое и основное минеральное питание. Ну, сейчас в наше время взвинчивание цен, пошлины и все остальное, люди начинают как-то так вот варьировать, изгаляться там, подыскивать какие-то моменты удешевления. Но тут же мы ничего не сделаем. Как пшеница выносила фосфор, азот, фосфор и калий, микроэлементы, так она и будет выносить. Единственное, один кто-то может сказать, вот у меня за прошлые годы содержание фосфора стало повышенным. Я вот годик воздержусь от основного внесения фосфора, а как бы ограничить только припосевные, там дам 20-25 килограмм фосфора при посеве по ДВ, а основного внесения уже в этом году делать не буду. Ну, быть может, это на год, на два такому хозяйственнику это и будет возможностью. Тот, кто никогда не давал и нет такого запаса фосфора в почве, начнет терять урожай в первый же год. Это как бы, тут я думаю, это прямая как бы константа, и тут выдумывать нечего. Поэтому каждый человек, который начинает где-то просчитывать какую-то экономику, экономию, он должен прекрасно понимать, что этот фосфор, который не внесенный, не купленный, он откуда-то с неба не возьмется, никто ему не принесет, и обязательно будет провал по урожайности. В высоком мощном агрофоне в хозяйстве это будет через год-два, наступит такой момент. В слабом, на слабом агрофоне, на слабо обеспеченных землях это будет видно в этот же год. Хочу отметить, что сроки внесения удобрений и самого минерального питания очень сильно зависит тоже от сортовых особенностей. Наши современные сорта Краснодарского института, они способны усваивать больше питательных веществ и давать больше урожая. Я помню фразу Александра Николаевича Боровика, он говорит, хотите получать стабильных ваших 30 центеров, ничего не делайте, сейте по лбу ни насекомых, ни удобрений, ну и потолок у нее 20-30, все. Хотите вы получать 80 и стабильно, допустим, там 70, берите Гром, берите Тимирязевку, Школа, Победа, это ваши сорта. У этих сортов меньше соломы, больше воды остается для зерна, они более продуктивны, они лучше усваивают солнечную активную радиацию, у них более быстро проходит и мощный фотосинтез, они способны давать больше сухого вещества на единицу минерального питания и воды, которая есть в почве. То есть тут как бы вот разные моменты, что перед вами стоит, какая задача, что вы хотите получить в итоге. Поэтому для современных интенсивных сортов обязательно азот на питание с осени. Ольга Георгиевна выступала, говорила, что 25 килограмм надо азота давать с осени по ДВ, на осеннее питание. Ну тут надо учитывать, значит, если по предшественникам на разложение поздневных остатков надо набрасывать этот азот. Ну и минимум, да, как бы 25-30 килограмм просто брать, учитывать эти, значит, удобрения на осеннее питание зимой пшеницы, на развитие. Ну и, конечно же, обязательно фосфор. Без них мы не получим ни мощной корневой системы, ни хорошей перезимовки, даже с учетом использования хороших зимостойких сортов. То есть эти моменты нужно обязательно при осеннем, значит, посеве учитывать и закладывать. Азот на питание обязательно, особенно по высокостебельным предшественникам, азимая по азимой, хоть там дисковка, хоть полупар, компенсационный азот надо давать и давать его, ну, в научно обоснованных размерах. Там, по-моему, идет около 10 или 12 килограмм азота по ДВ на тонну соломы, да, как бы, если так память мне не изменяет. То есть надо в этом деле, как бы, не экономить, не дадите, у вас будут ослабленные плохие посевы, желтенькие уйдут в зиму, будет плохая перезимовка и, как бы, слабо развита корневая система и, соответственно, последующий слабый урожай. Значит, большие вопросы возникают о пшенице при осеннем развитии. Получается, что мы, вроде бы, как протравили, посмотрели по предшественникам, ага, тут пшеница по пшеницам мы используем, сентицидный протравитель, тут по подсолнечку, по рапсу, быть может, мы не будем, но в последнее время мы смотрим, что с развитием всех поверхностных обработок очень много появляется вот этих цикадок, мух осенних, да, которые переносят и вирусы, и болезни сосущих всяких насекомых, то есть, даже тут не вопрос жужелицы, которая является, значит, бичом при повторных посевах пшеница по пшенице, но возникает другой момент. И при использовании инсектицидных протравителей для контроля сосущих, летающих этих всех насекомых уже используются более высокие нормы инсектицидов. То есть, как бы, если вы закладываете большой потенциал, хорошие новые сорта, высокопродуктивные, сделали все по уму, не пожалеете денег на инсектицидный протравитель, потому что насекомые могут очень сильно вас в этом деле подкосить. Если долгая, продолжительная, мягкая, теплая осень, то у них очень большой период лёта, и они наносят очень большой ущерб. Особенно, конечно, это касается ранних сходов, неустойчивых сортов, но этот момент тоже надо учитывать обязательно. Хорошо, постараюсь быстро вложиться. Также смотрим болезни вредителей. Если же перед осенним периодом покоя зимним уходят растения больные, надо обрабатывать обязательно фунгицидом, потому что протравитель держит обычно средненькие 40 до 50 дней. Работаем по болезням и контролируем осенью сорняки обязательно. Не оставляем этот вопрос на весну, смотрим этот вопрос осенью. То есть, хотелось бы подчеркнуть, что на сегодняшний день огромный выбор сортов. Мозаика, как выступал тут Тарас Степанович, хотел сказать. Но каждый хозяйствующий субъект, увидя где-то, услышал о новом перспективном высокорожайном сорте, и желая получать такой же урожай, он должен понимать, что все сопутствующие факторы к этому сорту способен ли он соблюдать, будет ли он это дело также выполнять в нужном ракурсе и способен внести эти затраты, чтобы получить такой же максимальный урожай, как в том хозяйстве, где он это дело видел и слышал. Выбор сорта должен основываться на рекомендации госсорткомиссии на районирование и просто схватить какой-то там красивый, с крупным колосом, обводненный, мощный сорт и потащить его в засуху в Калмыкию, как бы ничего с этого хорошего не выйдет. Поэтому я думаю, что нужно основываться на научных рекомендациях, размещать сорта в своем хозяйстве, которые будут реально давать высокий урожай, которые соответствуют вашему почвенному климатическому поясу. Ну и как бы вот прислушиваться к рекомендациям, не хватать все то, что красиво и блестит, и пытаться с него получить то же самое. Должны понимать, что сорт высокопродуктивный, он несет с собой определенные обязанности, которые вы должны обязательно выполнять. Ну, как бы так. Спасибо. Есть вопросы в зале? Виктор Викторович, а предпочтеное форсовое задание в каких домах? Никакой. Никакой. Самое дешевое удобрение это 12,52 аммофос. Это если считать, как по фосфору, получается так. Его надо давать, ну, рекомендации ученых, 20-25 килограмм фосфора под ДВ. То есть вот 50 килограмм дайте при посеве. Оно pH нейтральное, там как бы солевой индекс у него очень низкий, семена не пожжете, ничего с ним не будет, можно давать даже полтонны, будет все равно хорошие исходы. Но смысла давать больше нет, потому что верхний слой быстро пересыхает, а вот 20-25 килограмм фосфора под ДВ даст хороший старт и развитие растения в зиму. Но это не отменяет никак основного внесения удобрений, этого мало. Тоже хорошее удобрение, можно применять его. Да, все считать по ДВ. Я хочу привести такой пример, у нас поля лоскутные, то есть как бы там добавлялись в разное время. И есть поле, состоит из нескольких участков, где, допустим, одно поле там с 97-го года в обработке, другое там 3-5 лет, одно кусочек только добавился, там полоска. Так вот, рапс оказался растением индикатора на наличие фосфора. Земля приходила в разное время, давали мы при посеве одинаковое количество удобрений, но рапс был от 60 центеров до 20, разница буквально 3 метра. То есть почвенный банитет играет огромный роль, воды одинаково, а урожай разный. Компенсационное удобрение тут тоже поймите правильно. Вы полиликасом, всыпались элитру, сульфатаммония дали, нет дождей, оно не работает. Это оно как лежало, это солома, так и лежит. Как пойдет дождь, будут работать. Смотрите, ну хорошо, вы внесли удобрение, оно поглотило азот, солома поглотила азот, но тут же при разложении она что-то дает назад же часть, понимаете, тут же уходит. То есть в любом случае, да, но затрата энергии на разложение потребляется, но какая-то часть, я точно не могу сказать о каком проценте, но быть может половина от вами внесенного азота или 30%, а назад тут же моментально возвращается в почву. То есть почва становится плодороднее более. Вся эта вот стерня, солома, при разложении наше остается в земле, это повышение тоже самое, жир земли, гумус, это все это по растительной остатке. Понятно, на следующий год не будет осадков и толпы, что там внесутся все это и генетесь. Никуда оно не генется, оно вам вернется на следующий год. Ну тут как бы, мы сами думали, мы обычно начинаем рано кормить, но в этом году у нас пшеница развита, 3-5 побегов есть, а запас влаги, я в миллиметрах не мерил, это как бы наука, потому, как Георгий Георгий говорит, что у нас там в нашей стране, например, 60 миллиметров максимум. Ну в общем, полтора штыка сырой земли, дальше пыль. Ну, те удобрения, которые мы дали с осени, там и достаточно, пускай питается, пройдут осадки, посмотрим там к концу февраля, к концу марта, потом будем кормить. Спасибо, Виктор Викторович. Спасибо.